Глубоко уважаемые коллеги, продолжим сегодняшнюю тему предоперационного планирования уже в таракальной онкологии. И если мы в начале пути развития таракальной хирургии в литературе, если бы мы видели такие информации, как если опухоль прилежит к средостению больше 3 см, если нет клетчатки жировой между органами средостения, то в принципе больной неоперабелен, то на сегодняшний день с развитием таракальной хирургии мы понимаем, что начинает постепенно размываться именно та грань, которая была ранее, и учитывая большое количество межбронхиальных анастомозов, сосудистых анастомозов, мы понимаем, что для таракальных хирургов, в принципе, если не затронута аорта, то в принципе они могут оперировать довольно-таки опухоль с большим распространением. И мы с вами знаем, что компьютер-томография является золотым стандартом диагностики, стадирования, оценки резектабельности, оценки эффективности лечения. Но если мы сузим до сегодняшней нашей в основном темы в виде диагностики сосудистой анатомии и сосудистой инвазии, то в принципе та информация, которая нужна таракальным хирургам, в первую очередь это то, что в протоколе операции необходимо, чтобы если есть у больного какие-то варианты анатомии сосудов в грудной клетке, безусловно, это должно быть отражено. И второе, это, конечно, оценка опухолей инвазии крупных сосудов. И в данной ситуации, в отличие от сосудов брюшной полости, то есть целиаком из нейтрального бассейна, здесь в первую очередь не то, что, если не считать, конечно, аорту, не то, чтобы наша описательная часть будет влиять в большей степени не на операбельность, а, можно сказать, на объем оперативного вмешательства. Ну, давайте перейдем к нормальной анатомии. Не будем сильно останавливаться именно на перечислении всех артерий нормальных. Я думаю, что мы все знаем нормальную анатомию легочных артерий. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание, учитывая, что наше учреждение является довольно-таки центром, где скапливается большое количество пересмотров, мы довольно-таки часто замечаем, что почему-то именно промежуточный ствол игнорируется в некоторых описаниях наших коллег. Что касается промежуточного ствола в левой легочной артерии, она очень короткая, быстро переходит в левую нижнедолевую артерию, а вот что касается правого промежуточного ствола, при оценке опухоли, если она, например, располагается в нижней доле, то необходимо и максимальную часть данной границы опухоли, опухоли инвазии оценивать, и оценивать, распространяется, либо на промежуточный ствол, ввиду того, что это, конечно же, влияет на объем оперативного вмешательства. Ну и мы с вами довольно-таки, наверное, возможно, часто видим в протоколах операции зональную анатомию, ввиду того, что внешне морфологическая анатомия, она для хирургов была малоинформативна, хирурги разделили на зоны. Давайте посмотрим на примере, что верхний зональный бронх является верхнедолевой бронх, передним зональным является средней долевой, единственное, здесь необходимо знать, что задний является бронха Б6 задним зональным и нижним зональным бронх базальной пирамиды. С левой стороны единственное бронхи язычковых сегмента является переднезональным бронхом, а бронх B1, B2, B3 – верхним зональным. И нижняя доля повторяет анатомию в правой доле. Абсолютно такая же анатомия и у легочной артерии в виде разделения на зоны. И это важна данная классификация ввиду того, что хирурги ориентируются при минимально-инвазивных операциях именно на зональную анатомию. Давайте на клиническом примере посмотрим. Здесь представлены клинические случаи, где у больного имеется метастаз больного с хондросаркомы. И мы видим, что опухолевый конгломерат распространяется на верхнезональную артерию, распространяется на верхнезональный бронх. И мы также видим, что переднезональный бронх и переднезональная артерия – они интактны. То есть врач-соркальный хирург, прочитав наше заключение, если мы описываем все эти изменения, то может себе позволить выполнить атипичную резекцию, то есть анатомическую резекцию S1-2 и S3, то есть что соответствует верхнезональным бронхам и артерии кровоснабжения. И у больного остаются язычковые сегменты, как при данной клинической ситуации. Далее, что касается вариантной анатомии, редко, но мы можем видеть такие аномалии и легочной артерии в виде максимального прерывания легочной артерии, аберрантной левой легочной артерии, которая отходит от правой легочной артерии. И более часто мы можем, мы довольно-таки часто, нередко видим такую дилатацию легочного ствола, наличие которого, безусловно, необходимо указывать в описательной части. Что касается варианта анатомии легочных вен, у нас четыре легочные вены, которые впадают в левое предсердие. И с левой стороны чаще всего может быть небольшой короткий ствол, который впадает в левое предсердие. Она может быть немного длинной, но, в принципе, вот эти изменения, они не так сильно тревожат таракальных хирургов. Для них более неприятными событиями может оказаться именно наличие добавочных легочных вен, которые чаще всего встречаются именно справа, впадающие в левое предсердие. На клиническом примере посмотрим, как они выглядят. Мы видим, что есть добавочная легочная вена, которая дренирует С2 и впадает в предсердие. Что касается вариантов анатомии дуги аорты, безусловно, здесь уже осложнения будут существенные, если мы пропустим такого рода аномалии. А мы видим, что их довольно-таки много. Не будем перечислять абсолютно все. Перечислим наиболее часто встречающиеся двойная дуга аорты. Безусловно, мы видим калибр данных сосудов, если при повреждении которых, я думаю, что таракальный хирург будет недоволен. Аберантное право под клинической артерии, я думаю, каждый из нас описывал артерию иллюзория. И реже всего мы можем встретить и правостороннюю дугу аорты. Это всего лишь 0,2% от всех случаев пороков сердца. Дальше, я думаю, что не буду останавливаться на непарной, полунепарной и верхней половины, учитывая подробный рассказ Дарьи Викторовны. Единственное, представлю несколько клинических случаев. Я думаю, что, опять-таки же, добавочная доля непарной вены мы довольно-таки часто встречаем. И, в принципе, на рентгенограммах очень хорошо она видна. И добавочная полунепарная вена может также служить довольно-таки неприятным событием для таракального хирурга интероперационно. Ну и удвоение верхней полой вены, конечно же, необходимо тоже указывать. Что касается оценки инвазии крупных сосудов, в принципе, довольно-таки мало литературных данных, ввиду того, что инвазия легочной артерии не является, в принципе, противопоказанием к операции. Но для того, чтобы оценить опухолю и инвазию, для того, чтобы именно влиять на объем оперативного вмешательства, все-таки, в принципе, схожи эти критерии с критериями инвазии в целяко-мезонтериального бассейна. В первую очередь, это больше 180 градусов контакт опухоли сосуда. Единственное, это не касается аорты. По данным литературе, если аорта окружена больше 90 градусов, в принципе, считается высокой вероятностью, что аорта инфильтрирована. Ну и обрыв, стеноз, деформация просвета сосуда являются дополнительными критериями, более явными признаками для оценки инвазии крупных сосудов грудной клетки. Хотелось бы сакцентировать внимание непосредственно в оценке инвазии легочной артерии главного бронха именно тем, что когда мы видим опухоль, если опухоль распространяется на правую, ну, не на правую, а, в принципе, на легочную артерию, для того, чтобы хирург сформировал достаточно культю без осложнений, минимальным считается, по данным литературы, 2 см. То есть, если мы видим опухоль, которая распространяется на легочную артерию, необходимо измерить расстояние между проксимальной границей до бифуркации легочного ствола. Ну, это точно так же касается и бронхов. Необходимо измерить проксимальную границу до бифуркации трахеи. Давайте на клиническом, можно сказать, примере посмотрим, как же это все может повлиять на больного. Например, мы видим опухоль, которая располагается в центральной зоне, то есть центральный рак верхней доли правого легкого, который окружает правую главную бронху, то есть расстояние на нее. Мы должны измерить проксимальную границу, то есть хватит ли у врача-хирурга расстояния, чтобы сформировать культю соответствующую. Мы здесь видим инвазию в легочную, в непарную вену. И, безусловно, мы должны указать, что есть еще и контакт с верхней полой вены более 90 градусов. И что верхняя долевая артерия больше 180 градусов окружена опухолем и инфильтратом. А также у данного больного, безусловно, в первую очередь необходимо, оценивая все сосуды, мы должны указать, что перед опухолем располагается добавочная легочная вена, которая впадает в верхнюю половину. И если мы видим, что это зона интереса, здесь врач-торакальный хирург будет активно работать. И, в принципе, зная это, врач-торакальный хирург, безусловно, без каких-то осложнений выполнит свою операцию, как и в данной ситуации. Что касается... Единственное, я хотел бы еще обратить внимание на то, что при оценке сосудов необходимо еще раз отметить, что необходимо, прослеживая максимальную границу при инвазии легочных вен, посмотреть на распространение на перикард. Перикард мы чаще всего видим в виде... Мы можем видеть в виде тонкого такого тяжа. В данной ситуации это вот... Вот этот тяж является границей к перикарду. В данной ситуации не было инвазии. Видно, что есть небольшая перикардиальная клетчатка, что опухоль распространяется за пределы перикарда. Ну и второй случай точно такой же. Сейчас, извините. Точно такой же, но, однако, уже в данной ситуации опухоль переходит границу, переходит перикардиальный листок. И мы в данной ситуации видим, что распространяется вдоль легочных вен. Опухоль, в принципе, инфильтрирует перикардиальную клетчатку. Здесь она уже и не видна. И листок тоже, в принципе, и не виден. На этом все.